В Sims 3 можно создавать лошадей, прямо в кассе, вы понимаете, насколько это круто. Вот наша лошадка, она очень красивая, давайте дадим ей имя. Она у нас будет буги, нет, буги что-то такое вообще. Давайте вот женский пол создадим, сейчас, смотрите, женщина, да, самочка нам нужна. Ягодка, вот, ягодка это вот самое серьезное имя, которое тут есть и очень сильно ей подходит. Мы можем выбирать, конечно же, различные породы, их тут очень много. Вон даже можно, наверное, единорога создать. О, какая милая лошадка, боже, ребята, все, я беру вот эту. Дальше можно настраивать шерсть, можно поменять хвост, либо гриву, вон, сделать, допустим, косички. Тоже очень мило, но я лучше оставлю как было, так она выглядит намного лучше. Можно заплести даже хвостик, но давайте лучше оставим как есть, так более естественно. Можно поменять даже длину шеи, посмотрите, можно сделать жирафы или пони. Симс 3 меня реально удивляет, что можно настолько детально менять лошадь, менять ей размер глаз. Даже можно сделать гетерохромию. Давайте сделаем гетерохромию, вот такую, допустим. Посмотрим, как она будет наследоваться. Черты характера. Так, давайте сделаем, наверное, живчика. Ну, козлюка. Воу, ребят, это будет очень интересно. И плохиш. Можем ли мы настроить отношения между лошадями в кассе? Давайте проверим. Так, вот наши ракеты и также ягодка. И мы все это вместе совмещаем и делаем между ними пару. Также можно сделать брату и сестру, но пара, конечно, это поинтереснее. Мы находимся в городе Аполлуза, Плейнс. И я даже не знаю, какой домик нам выбрать. Может быть, вот этот. Он находится вдали от центра города. И, возможно, именно здесь мы сможем зачать очень классных жеребят и жить просто весело и припеваючи. Но домик, конечно, очень неплохой. Даже рядом есть прудик, а лошадки могут пить водичку. Так что мы покупаем именно этот домик, ссылаясь именно на этот пруд. Потому что без него лошадки просто умрут от жажды. Правильно? Ой, купленный вами дом кишит насекомыми. Хотите попробовать разобраться лично или не станете рисковать? В этом случае насекомые просто исчезнут. Мы, конечно, не боимся никаких трудностей, поэтому разобраться лично. Никакие насекомые, я думаю, что не страшны для наших лошадок и все будет хорошо. Ну шо, ребята, вот наш пастух или по-другому можно назвать его ковбоем. Сегодня он сделает так, чтобы наша лошадка забеременела. В Sims 3, ребята, мы можем управлять питомцами. Копать вокруг, пастись. Короче говоря, это нереально круто, что питомцы управляемы, в отличие от Sims 4. Итак, а что мы можем делать вообще? Привязанность. Управлять лошадью, погладить, дать понюхать руку. Да сам нюхай свои руки. Сесть верхом. Давайте сядем верхом на лошадку. Садимся. Так, неплохо. И теперь мы можем спокойно пойти прыгать. Учиться прыжкам. Давайте попробуем. Я очень мало играл лошадями в Sims 3, поэтому для меня это нечто новое. Это новый геймплей для меня, так что давайте посмотрим. Можем ли мы прыгнуть через это препятствие или это опасно? О, нет, мне кажется, что это слишком рано для этого. Нам нужно будет повышать уровень. Что он делает? Смотрите, он чистит ему подковы. Даже такой геймплей, ребята, вы знали? Романтично. Зачать жеребенка, ребята, я нашел данное действие. Давайте сделаем это. Я не знаю, будет ли она согласна, но как она может отказать какой-то ракете, правда? Ты ведь не откажешь? Нет, она отказала, вы прикиньте. Она не хочет делать детей вместе с ракетой. Ягодка, ты что, вообще что ли? Не туда покатилась. Давай, давай. Давайте, я знаю, что у вас все получится. И вы сделаете нам прекрасных жеребят. Да, кажется, они не против. Отправляемся, ребята. Все, они бегут в свое стойло, где сейчас делают нам маленьких жеребят. Будет очень интересно посмотреть на это все, потому что, ну блин, ну как будет протекать беременность? Когда она вообще родит? И какие взаимодействия будут с маленькими жеребятами? Вот что я хочу узнать. А вы прикиньте, ребята, найти еще единорога и вместе с ним зачать ребенка. Это же родится маленький единорожек. Блин, это было бы очень здорово проверить. Так что ставьте, ребята, лайк, если хотите посмотреть на это. Самый важный момент, ребята. Да, это большие квадратики. Вообще ничего не видно. Очень большие квадратики просто на весь экран. Просто на весь экран. Я даже не могу ничего... А нет, я вижу. Я вижу, ребята, я прозрел. Но они уже закончили. Все, ребята, вот такое в уху лошадок. Я, ребята, не зря купил этот дом, потому что лошадки все время пьют из пруда. И какая-то беременная женщина гуляет по нашему полю. Это Патрисия Бенглингтон. Почему она ходит на нашем участке, я понятия не имею. Но у меня, ребята, на канале просто беременеют все, кто хочет и не хочет. И даже эта симка. Это так классно, что можно прямо из стойла взять и погладить лошадку. Посмотрите. Блин, реально, очень классное взаимодействие. Столько всего, ребята. Это Sims 3. Здесь просто безграничные возможности. Меня так радует, что можно вот так вот играть и придумать много чего интересного. Когда же в Sims 4 добавят лошадок, ребята? Когда? О, ребята, смотрите. Он чешет спину. Боже, какая классная анимация. Ребята, лошадка писает. Давайте посмотрим, как лошадки писают в Sims 3. Да, вот так вот. Вот таким образом. Вот вам, ребятки, небольшой урок биологии. А лошадка может кекать? Нет, лошадка кекать не может. Ну и да, и давай. Теперь поваляйся в своей моче. Почему бы и нет? Молодец. Лошадка настолько умная, что может сама тренироваться. Прикиньте. Она повышает какой-то навык. Но я не знаю, что это за навык. Она даже здесь может прыгнуть. Он взял с собой лошадку и куда-то ее ведет. Смотрите. Блин, вот это, ребята, геймплей. Вот это геймплей. Нееет, ребята. Вы прикиньте, к нам пришел долбанный вор. Ты шо тут потерял вообще? Ты кто такая? Эвери. Эвери умник. Посмотрите на этого умника просто. Это кто? И там это опять беременная женщина ходит. Что делать, ребята? Кто может нас спасти? Клянчить морковку, следовать. Все, давайте напугаем ее нашей ракетикой. Потому что иначе я не знаю, что я еще должен сделать. Клянчить морковку. Пускай она покажет свою морковку. Шо это такое? Она своровала наш диван. Вы понимаете? Она забрала наш диван. И что я могу с этим сделать? Могу ли я взять и запереть эту долбанную дверь, чтобы она отсюда не вышла? Пускай будет у нас дома теперь. Будет жить с нами. А что я сделаю теперь? Нету больше диванчика. А как клянчить морковку? Я не знаю, как она зайдет сейчас сюда. Давай заходи прям в дом и пугай ее. Нет, все, ребята, она убегает. Она бежит. Клянчит морковку. Нет, ты никуда не уйдешь. Понятно? Лошадка тебя остановит. Все, ребята, я знаю, как надо останавливать воров. А ты, пока она клянчит морковку, вызывай быстрее полицию. Никуда ты не уйдешь. Я возьму твою морковку. Только потом ты уйдешь. Давай, 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 задерживаем. Задерживаем вора и ждем, когда приедет полиция. Лайфхаки в Sims 4. Как задержать вора? Клянчить морковку. Нужно просто клянчить морковку. Вот вам и попалось. Начинается драка. Но морковку, надеюсь, что она все-таки даст нам. Ну, полиция... Да ладно, полицейский, ты че, вообще, что ли? Что это такое? Почему она выиграла? Это шо за умник такой у нас сегодня попался? Зая, ты че проиграл, Зая? Я ору просто этих имен, потому что, ну, что такое? Зая, штык. Никуда ты не уйдешь. Мне пофиг вообще, что ты там делаешь. Кого ты там выиграла? Но, к сожалению, вор смог сбежать. Да он стоит перед тобой. Боже, ребята, шо это такое? Просто, что творится в этой игре? Я не понимаю, она даст нам свою морковку или нет? Она гладит нас. Но морковку она так и не дала. Она убегает. Просто я не могу. Зая, ты сегодня просто ужасно поработал. Мне жаль, что он упустил вора. Там прыгают еще олени. Но это было печально. Правда, я думал, что мой лайфхак все-таки сработает. Но, увы, ребята, нет. Кстати, ребята, запомните живот нашей ягодки. Будет ли он расти от беременности или нет? Сегодня мы это узнаем. Пока что никаких изменений вообще нет. Я слышу собаку. Где ты, собака? Тебя держат здесь? Нет, я не понимаю, кто только что лаял. Реально, я слышал маленькую собачку. Но где она? Мне кажется, ее где-то держат заперти. Ребята, нам нужно ее спасти. Мне кажется, что Sims 3 это просто самая лучшая игра, которая когда-либо выходила. Учитывая то, что мы можем здесь вообще делать. Какой счастливый день! Дети, цветы жизни и радость для любой семьи. Наш живот, кажется, не поменялся. Лошадки в Sims 3 могут спать даже на земле. Все, ребята, я хочу отдельный летсплей с лошадками. Потому что, ну что это такое вообще? Как можно быть такими милыми? Привязанность? Обнять. Надеюсь, что он не будет против, потому что они стали лучшими друзьями. Да, ребята, они обнимаются. Блин, это так мило. Это, наверное, самое милое видео за сегодня. Потому что, ну блин, это нереально круто. Собачий корм для лазера. А еще есть будка вот такая. Блин, это реально кладбище питомцев. Но только нет ни одной лошадки. Вообще ни одной. Это просто как декор идет. Получается, что призраки лошадки тут не гуляют ночью. Очень жаль. Ребята, она рожает. Она рожает. Я так долго ждал этого момента. И, кстати, живот у лошадки вообще не вырос, к сожалению. И как это будет происходить? Это, ребята, очень важный момент. Наконец-то мы увидим, кто же родится. Это будет маленький же ребенок. И это будет у нас Сони. Лошадь рожает в Sims 3, вы понимаете? И рядом появляется вот такая вот миленькая лошадка маленькая. Сони Хоуф. Посмотрите, это маленький же ребенок. Жалко, что нет анимации, когда вот жеребенок только встает и у него не получается. Но здесь он сразу такой встал. Сразу все умеет. И он пошел, конечно же, в отца. Хотя, смотрите, тело отца, но также волосы цветом, как у матери. Точнее, шерсть или как это можно назвать, грива. Очень классно, ребята, это маленький же ребенок. Да ладно, можно просто устраивать целую династию лошадей в Sims 3. Ну а теперь, что могут маленькие же ребята? Они, наверное, могут как-то взаимодействовать с детьми. Дороти кормит из бутылочки. Ребята, этот ребенок может покормить нас? Или нет? Нет, она, кажется, убежала. Она убежала. Ягодка. Ягодка кормит. Мы можем покормиться у матери. Я не помню, чтобы котята и щенки могли пить молоко у своей матери. А здесь же ребенок может спокойно подойти к матери и выпить у нее молока. Ягодка кормит. Ребята, реально, он подходит. И начинает пить молоко, боже. Даже так, вы понимаете? Он подходит в нее и пьет молоко. Вот это геймплей, ребята. Вот это геймплей, я понимаю. Вот это да. Вот это Sims 3. Это нереально милые взаимодействия, которые есть в этом дополнении. Это, наверное, очень крутое дополнение, правда. Целый большой город, в котором есть куча возможностей. А также лошадки, ребята. Жеребята, конечно, обожают, наверное, проказничать, убегать, бегать где-нибудь, да? Он уже умеет скакать. И, может быть, он даже может обучаться навыкам каким-нибудь, нет? Ребята, посмотрите на это. Просто посмотрите. Представьте, что жеребенок остался без родителей. И тогда персонаж может собственноручно кормить маленького жеребенка. Я думаю, что мне на этом пора уже заканчивать данное видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Ребята, если вы хотите посмотреть, кто родится у единорогов, тогда, пожалуйста, поставьте мне лайк. Не забывайте подписываться на мой канал, а также заглядывать в мое сообщество и подписывайтесь на мой инстаграм. А с вами был мистер Арманиус. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok